Вчера президент внес в Государственную Думу все поправки, которые собрала рабочая комиссия. Мы в эту комиссию внесли 87 поправок. Мы одновременно выделили 15 главных, которые как наказ дали наши избиратели, партийные организации и союзники. Мы наставили на капитальном ремонте Конституции, ибо он давно назрел. Когда пытаются представить эту Конституцию, которая нас от чего-то спасала, она ничего нас не спасла. Она была принята под расстрел парламента, примерно третью голосов, которые тогда протащили, и официальной легитимности не имела. Но страна жила за последнее время по этим правилам. Эта Конституция не спасла нас ни от чеченской бойни, где погибло 100 тысяч человек, ни от дефолта, когда полностью развалилась финансовая система, ни от массового обнищения граждан, ни от кризиса 2008 года. Не помогла она выполнить президенту свои 20-20 программу обещаний и 11 тезисов, которые он формулировал. Последние два года забуксовало выполнение его послания, которое он принял, входя в должность в прошлый раз. На мой взгляд, это стало ему настолько очевидно, что он отправил, мы на этом наставили всегда, в отставку в свое правительство, внес предложение социальной программы выпятить на первый план и отремонтировать Конституцию. Но, как показывает практика, пока Единая Россия, партия власти, не желает заниматься всерьез ремонтом этой Конституции. Обнищение граждан и вымирание страны и безработица – это три главные болезни. Их можно поправить при одном жестком условии, если недра страны, ее огромное богатство будет принадлежать народу, и они будут обслуживать каждого человека, а не две сотни упырей, которые захватили эти богатства и не хотят платить нормальные налоги. Эту позицию мы много раз наставили, вносили, и в ходе обсуждения Конституции в качестве предложения наставили на том, чтобы Единая Россия поддержала. Поддержала закон о распределении нефтедоходов и нефти, отказались. Предлагали закон о национализации, который позволил бы существенно изменить баланс в пользу бюджета развития, отказались. Мы предлагали помочь хотя бы детям войны, их 11 миллионов осталось, отказались. Президент, правда, поддержал часть наших социальных поправок. Мы 8 лет добивались, чтобы дети имели горячее питание. Пошли навстречу начальные классы, 7 миллионов человек. Вот завтра будут переспределять доп. доходы, им будут выделены средства. Мы наставили на ремонт всей системы здравоохранения и выделение 7% расходной части бюджета. И половины не дали, но завтра добавят туда для первичного звена, которое полностью почти уничтожили. И страна снова последние 3 года вымирает. На наш взгляд исключительно важно осознать и президенту, и Мишустину, и новому правительству, и Единой России, что продолжение дальнейшей финансово-экономического курса под любым прикрытием, или ремонтной конституцией, или очередным подачкам, ничего не меняет в принципе. Есть логика желаний, а есть логика железных обстоятельств. Они всегда сильнее. Сегодня обстоятельства в мире складываются, что мировой экономический кризис усугубляется. И американцы эти поняли, их Трамп, спасая национальный капитал, вытаскивает американцев из глобального капитализма, который навязали соровцы. А соровцы и соросята диктуют не только на Украине, но и нашу учебную программу. Недавно Михалков показал блестящую программу о том, во что превратилось образование под влиянием ЕГЭ и американизированного способа образования. Он показал жуткие кадры, когда внешне привлекательные люди не знают ни свою историю, ни культуры, ни русский язык, и даже не учатся в МГУ, не в состоянии грамотно писать. А мы вносили много лет закон о образовании для всех, и сейчас вот готовимся все это поправить. Мы будем продолжать настойчиво требовать провести капитальный ремонт Конституции. Мы подготовили закон о Конституционном собрании. В ближайшие два дня он будет ввесен в Государственную Думу. В соответствии даже этой расстрельной Конституции должно быть такое собрание, которое позволит ремонтировать любую главу Конституции, и прежде всего первую и вторую, которые не гарантируют стране выживание, которые не могут остановить обнищание, и которые все делают для того, чтобы страна превращалась в иностранную кормушку. Вот сейчас у нас Артемьев выступал и заявлял, что ФАС никак не справится, тарифы отличаются иногда в десятки раз в разных регионах. Проблема выведена и сами стоит для того, чтобы определить базу и дополнительную наценку и решить эту проблему. Ну разве это нормально, когда у нас тарифы в деревне в два раза на электроэнергию выше, чем в городе, а деревня нищает и разваливается? Разве нормально, когда у нас, он сам говорит, у нас в целой отрасли попали в зависимости от иностранного капитала и не берут свои товары? Я ему добавил, что у нас, если возьмете сети на 90% иностранной, туда с нашими помидорами не влезешь. Если возьмете электроэнергетику машиностроения на 95% иностранной, скоро вам будут диктовать, какие турбины ставить, что делать. Если возьмете все, что связано с социалкой или технологиями, на 90% зависимо от иностранца, у нас уже электронное рабство своего телефона не делает. Тогда давайте решать всерьез эти вопросы. На этой неделе будет встреча с президентом, состоялась у меня встреча и с премьером, обсуждали проблему. Мы еще раз настойчиво будем требовать рассмотреть наши 15 поправок и законы, которые мы им несли. Иначе голосование 22 апреля приобретает формальный характер. Оно не изменяет ситуацию к лучшему, не стабилизирует обстановку. А там уже в администрации бегают, давайте все досрочно выборы проводить. Извиняюсь, только авантюристы и либеральные реваншисты могут проводить бегом все выборы на фоне углубляющего экономического кризиса, вымирания страны, отсутствия стратегии развития, коронавируса и все остальное. Но если вы собираетесь стабилизировать обстановку, принимайте те решения, которые позволят людям нормально трудиться, достойно жить, получать приличную зарплату. А это все отталкивается от минимальной зарплаты. Еще раз всем напоминаю, мы по минимальной зарплате 12 130 рублей на 95-м месте в мире. Выше нас Мексика, рядом Гвинея-Папуа, африканская страна. Мы хуже всех стран в Европе, хуже Прибалтики, хуже Румынии, мы хуже всех стран практически в Азии и Латинской Америке. Мы еще сможем соревноваться с некими африканскими, тоже большинство начинает нас обходить. Поэтому если собираетесь что-то индексировать, надо индексировать то, что позволяет людям выживать, активно развиваться, работать, учиться и развиваться. Мы внесли приоритеты нашей политики в экономике, новейшие технологии, наука и образование. Все, что связано прежде всего в ИПК. А там сегодня нет нормальных заказов и разваливают целые цепочки. Агропромышленный комплекс утвердили программу, но под нее они профинансировали даже план текущего года. Там 80 миллиардов было заложено, дали 36. Мы предложили программу поддержки всем, кому тяжело, включая семьи, молодые семьи, детьми. И на этом направлении нет решения. Еще раз подчеркиваю, в принципе нужен новый реальный курс. Сформировано правительство. Мы хотели бы услышать от Мишустина, что они предлагают на ближайшее время. А если эта конструктивная программа поддержана президентом, тогда это требует максимальной контролизации политических сил, а не очередной грязни на выборах на фоне углубляющейся кризиса и вымирания страны. Мы к этой проблеме подходим абсолютно конструктивно. Еще раз настаиваю на том, чтобы Единая Россия рассмотрела наш пакет законов и 15 поправок, которые мы вносили. В противном случае они даже процесс ремонта конституции превращают абсолютно формальный.